Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Мир Образования, в студии Елена Борисова. Первый учебный месяц приближается к концу, и многие дети уже чувствуют себя усталыми. И причин для этого достаточно. Это и перегруженность программ во многих школах, и гиподинамия. Волшебник-компьютер, успешно решая многие проблемы, добавляет нам новых. И взрослые обеспокоены одни тем, как оснастить все школы компьютерами и программами в течение ближайшего года, а другие тем, что нынешние дети перестают уметь дружить. Психологи доказали, что первоклассники, усаженные за компьютер, перестают быть контактными. А что касается подростков, то для них стремление приходить в школу скорее за дружбой, чем за знаниями, тоже, в общем-то, норма. Сегодня в выпуске. Дарить доброту и радость. Все ли дети наши? Китайская книга в Москве. Маленькие гости Большого Макса. И буква за буквой. Глобус. Если нынешняя школьная жизнь порой не располагает к общению и творческому взаимодействию детей, погруженных каждый в свой монитор и учебник, то лето можно наверстать упущенное. Особенно, если их летний отдых проходит не стихийно, а по чутким и мудрым руководствам взрослых, как это было в отряде «Надежда», о котором расскажет Юлия Белова. Такой урожай лета. А еще урожай – это опыт, новые впечатления и открытия. Особенно для подростка, не терявшего даром теплого времени года. В первый понедельник осени ребята разновозрастного отряда «Надежды» восточного округа Москвы по традиции собрались на «Арбузник», вспомнить общие подвиги и о личных приключениях поведать. Скучать не приходилось. Совместный байдарочный поход, поездка на море, летний лагерь на целый месяц. Это не просто расширяет кругозор и делает сильнее. Преодолевая трудности и воплощая яркие задумки в команде, учишься взаимодействию. Мне кажется, что я очень сильно изменился. Я стал более организованным, более активным, как мне кажется. Но этот лагерь очень много для меня дал. Мне дал. Он помог мне понять ответственность за других людей. Ну и вот это самое главное. Походы, странствия и снова дом, дворец творчества, где у отряда каждую неделю встречи и новые общие дела. Будь то помощь в уборке двора, концертные выступления или спортивные тренировки. Все под девизом «Дарить добро и радость людям». Надежда – это большая семья. В ней никто не учит, но каждый может научиться. И понять, какое удовольствие не просто брать, но и отдавать. Постигать себя и меняться. Выстраиваются некие ситуации, правильно? В котором человеку предоставится возможность. Это не значит, что он обязательно поменяется в такой ситуации. Он может не поменяться. С ним может произойти что-то абсолютно другое. Но есть, когда ребенок себя преодолевает. Один год он мучается от осознания того, что он здесь. Второй год он осознает, как это замечательно. А в третий год он уже помогает другим преодолевать себя. Творческая работа – это и есть самый запоминающийся и продуктивный отдых. Все дети наши. Так называлась одна из акций, проводившихся Московским Домом книги накануне Дня знаний. Назначение этой акции – помочь детям с ограниченными возможностями собраться в школу. А еще одно ее предназначение – лишний раз напомнить обществу о самых незащищенных его членах. О том, как решаются проблемы с учебниками для коррекционного обучения – сюжет Константина Ефремова. Прежняя система образования очень четко делила детей на здоровых и инвалидов. Такой подход часто мешал людям с ограниченными возможностями поступить в институт или найти работу. Сегодня некоторые проблемные дети учатся в обычных школах с обычными детьми, что вроде бы дает всем равные возможности. С другой стороны, не все традиционные методики годятся для учеников с особенностями развития. Сами дети отличаются друг от друга. Наши обычные дети и дети, обучающиеся в коррекционных школах, коррекционных классах. У нас специально есть и школы-интернаты, и классы, так называемые, вспомогательные. Они имеют третий, четвертый, восьмой тип. То есть каждому типу соответствует и специфика заболеваний этих детей. Школы коррекционные или классы коррекционные – это школы, классы, которые обучают детей с нарушением речи, с нарушением зрения, с нарушением опорно-пигательного аппарата, умственно отсталые детки. Естественно, это дети необычные, это дети ранимые, это дети плохо воспринимающие. И для них существует определенная методика, определенные только свои собственные учебные пособия. Учебные пособия существуют как для учителя, так и для родителей, так и для ученика. Учителя часто не готовы к такой работе, а родители и больные дети подчас бывают лишены. По словам специалистов, до сих пор нет точных данных о количестве детей-инвалидов в стране. А ведь им нужна и социальная поддержка. В Московском Доме книги накануне Дня знаний прошел благотворительный фестиваль, который многим помог собраться в школу. Фестиваль школьных письменных принадлежностей «Скоро в школу мы идем» – это уже традиционное событие для Московского Дома книги, и мы проводим его в седьмой раз. Фестиваль – это расширенная продажа школьных письменных принадлежностей, это череда театрализованных представлений, конкурсов, викторин. Они продолжаются ежедневно с 12 часов до 4 часов вечера. Фестиваль – это благотворительная программа. В рамках фестиваля мы оказываем благотворительную помощь, помогаем собрать детей в школу, детей, у которых нет родителей, детским домам, детей с ограниченными возможностями. Например, сегодня мы пригласили к себе в гости детей из общества, детей с ограниченными возможностями «Дом. Доброта, отзывчивость, милосердие». Такие акции дети стараются не пропускать, ведь вопрос учебников для них очень актуален. Специальные пособия выходят очень маленьким тиражом и стоят дорого. «305 рублей, 200 рублей, тоже 200 рублей». Хотя коррекционные школы и интернаты и обеспечивают подобной литературой, выбор у детей и педагогов все равно невелик. И заниматься по этим пособиям надо начинать еще в дошкольном возрасте. Но, несмотря на все недочеты, система образования инвалидов развивается. Может быть, слишком медленно, но верно. Импульс к этому был дан тогда, когда общество начало менять свое отношение к людям с ограниченными возможностями. Мы уже рассказывали в нашей программе о прошедшей недавно Московской международной книжной выставке и ярмарке. Ее почетным гостем был объявлен Китай, страна, динамично развивающая науку и образование. И книга изданий в Китае тоже на подъеме. О том, как выглядел китайский раздел на выставке, самое большое, кстати, расскажет Екатерина Слабковская. Китайцам нравится быть первыми во всем, что касается книжного дела. Достоверно известно, что два тысячелетия назад ими была создана бумага. Предполагается даже, что в изобретении книгопечатания они опередили немецкого мастера Бутенберга. На книжной ярмарке на ВВЦ Поднебесная опять самое-самое. Площадь ее раздела 6 тысяч квадратных метров, а это в два раза больше, чем на знаменитой франкфуртской ярмарке. Но здесь вопрос даже не количество, а качество привезенной литературы, а качество китайских книг отменное. Издательское дело в Китае стало быстро развиваться с середины 80-х. И это прежде всего связано с нашей политикой открытости. Наш рынок открыт для всех иностранных капиталов. Любое книгоиздательское предприятие может создать в нашей стране свою фирму. Благодаря этому нам, конечно же, легче, чем вам, заимствовать наивысшие технологии книгоиздания. Однако китайцы не только заимствуют, но и сами являются законодателями моды в этой сфере. Хотя это вовсе не значит, что их молодое поколение выбирает книгу. С интернетом соперничать сложно. Это китайские чиновники усвоили, поэтому финансируют они не столько компьютеризацию, сколько маленькие сельские библиотеки. У нас в Китае, как и в России, правда не так часто, как у вас, люди дарят друг другу книги. И мне бы очень хотелось подарить мои книги русским читателям, потому что для меня все русские люди – это друзья. И я очень рад, что моя книга наконец-то издана на вашем языке. Можно сказать, что воплотилась моя мечта. Но дело в том, что эта книга знакомит с Китаем не только весь мир, но и самих китайцев. Особенно это касается молодежи. Как известно, книга – лучший посол мира и культуры. На сей раз под началом этого посла в Россию прибыла самая большая делегация книгоиздателей за всю историю взаимоотношений. Нам есть чему поучиться у Китая. Но китайские издатели считают, что их первейшая задача – учиться самим у своих соседей по выставке. А результаты такого упорного труда – 20 тысяч великолепно изданных книг по окончании выставки переданы в дар Российской государственной библиотеке. Когда-то мы считали свою страну и самой читающей, и самой летающей. Действительно, авиация с самого своего зарождения была необыкновенно притягательна для юношества. Вот и в этом году авиасалон «Макс» привлек внимание не только взрослых специалистов и любителей ярких зрелищ, но и множество детей. Причем не только в качестве зрителей. Репортаж Ларисы Воложной. Многокилометровая опробка в Жуковском плотно стояла все дни проведения «Макса-2007». Рекордное число участников и более 600 тысяч зрителей посетили авиакосмический салон в этом году. Сильнейшие пилоты мира показали свое мастерство в высшем пилотаже на одномоторных спортивных самолетах Су-26. А на истребителях Су-27 Липецкой школы повышения летной квалификации пилотов российские асы впервые продемонстрировали имитацию реального воздушного боя и сложнейшей фигурой высшего пилотажа. Такие как бочка, косая петля, колокол со скольжением на хвост, петля Нестерова. Работа пилотов сначала отрабатывается на земле. Графика тренировочного комплекса дает полное ощущение полета, но отправиться в виртуальный полет на учебном комплексе могли только специалисты. Сложное оборудование, сложные системы, в которые входят в авиационный комплекс. И предварительное взаимодействие комплекса с летчиком как раз отрабатывается на этом рабочем месте. В последующем это рабочее место действительно будет использовано и на базе этой наработки будут созданы тренажеры, которые пойдут в строевые части для обучения летного состава. Среди участников авиашоу было много молодежи. Свои работы представили победители проекта «Отвинта» на Московском открытом фестивале детского творчества. А это более 500 человек. Ребята со всей страны посылали свои доклады, фотографии экспонатов по различным номинациям. Авиация, космонавтика, изобразительное искусство в области авиации, космонавтики, одежда, история авиации, космонавтики, марки, картины и многое другое. Вот эта моделька самолёта всего 140 грамм весит, но у неё есть двигатели запасные. Вот такие двигатели, совершенно безопасные, аэрозольные двигатели. Она стартует, летит на 300 метров с земного старта. Вот. Фактически уже полупромышленный образец. Большая наука часто начинается с детского увлечения. Возможно, в этих руках будущее авиации России. Пришло время рубрики «Буква за буквой». Очередная буква нашей рубрики – буква «Г». А тема сегодняшней странички – глобус. Глобус – предмет символический, знак науки и образования. Глобус – значит шар. Сначала так изображали небосвод для астрономических и астрологических занятий. Первая дошедшая до нас модель земного шара появилась в 1492 году. Её сделал немецкий географ и путешественник Мартин Бёхайм и назвал «земное яблоко». В том же году Колумб открыл Америку, так что на глобусе Бёхайма её ещё не было, как и Австралии и Антарктиды. То, что земля круглая, знали ещё древние греки, делавшие первые модели Земли. Но маленькие дети не устают удивляться этому факту. В эпоху великих географических открытий глобусы, как и карты, стали атрибутом учёности. Подобный глобус был у Магеллана, первого кругосветного путешественника. А уже в 16 веке мореплаватели пользовались больше навигационными картами. Сегодня моряки и учёные в глобусах не нуждаются. Зато школьная география без глобуса – как парусник без парусов. Это был последний сюжет нашего выпуска. Мы желаем вам и вашим детям не только успехов в образовании, но и радости общения. До встречи!